Всем приветики! Хочу я с вами поделиться своей радостью. Наконец-то я победил своих верхних соседей. Война окончена, туман рассеялся, и эта победа долгая к этому шел. Целых два года, но наконец пришел. И вот сейчас, как вы можете слышать, стоит полная тишина вокруг. А раньше, это мы в зале, сверху, вообще не только в зале, стучали, кричали, бегали, прыгали, гремели, падали, роняли. Или что-то. Сами падали. Чего там только не творилось? Это была такая жесть. Я сейчас ночной смен пришел, могу лечь, спокойно отдохнуть. Раньше я не мог этого сделать, потому что такая жесть творилась сверху. И это просто было ужасно. И теперь, наконец-то, они уехали, и можно пожить спокойно. Я, когда это произошло, это вот недавно случилось, пару дней назад. Вообще, я был на седьмом небе, сейчас я прямо ходил, меня аж прямо распирало. Я хотел в этот момент заснять видос, запечатлеть свои эмоции. Там реально было слышно, насколько я рад. Сейчас уже это все прошло. Вот. Но что-то я как-то, ну, не сделал этого. Сейчас уже немножко поздновато. Но лучше поздно, чем никогда. И все благодаря вот этим двум колонкам и этому в зале. А в спале еще два вибродинамика. Вот здесь виды они маленькие, но каждая из них по 70 ватт. Вместе. 140. Вот, кажется, они маленькие, но, на самом деле, они большие. Если вот к ним подойти. Вот такие они по размеру. То есть, довольно-таки серьезные. А сдалека кажется, что они малюпасенькие. И я на них верхние частоты выкручивал, ну, самый минимум. Нижние, нижние это басы, на самом максимум. На компе делал то же самое. И целый день вы бахали басы. Так ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Тупо басы. И это реально напрягает. Нет, сначала, может быть, оно не напрягает. Каким бы вы ни были любителем басов, со временем вас начнет это напрягать. Потому что я купил их, когда пошел в отпуск. И месяц сидел дома, и почти что каждый день они играли. Целый день. Ну, естественно, в разрешенное время. Но целый день. И это меня, вот я раньше любил басы, отвернул от басов, меня теперь они напрягают. Потом я их стал включать только тогда, когда меня не было. Ухожу куда-то, врубаю, прихожу, вырубаю. Если на два часа ухожу, значит, на два часа врубаю. Потому что это реально жестко. И как бы они, но началось все не с них. Вообще, как все началось? Вообще, все началось очень давно. Это уже в трек, который раздражает. Когда-то давно, когда здесь жила еще моя бабушка, сверху жили люди. Но у них были дети, и они здесь менее особо следили. Но они были тише, чем те, которые выжили вот здесь после них. И они шумели. И я как-то это приходил к бабушке, это все было у нее. Потом как-то я здесь стал жить. И меня месяц ушел, два. Потом я это начал напрягать, я к ним поднялся. Раз, два. Они все время говорили, это не мы. А потом я кое-что сделал. Не буду говорить, что. И они на следующий день уехали. И было тишина полгода. Потом я здесь уже не жил, сколько, год там еще сколько-то. Потом, к сожалению, моя бабушка умерла. И мне досталась эта квартира. И я здесь начал жить. И первый год вот они, ну, не так сильно шумели, но постепенно все громче, громче, громче. Я к ним ходил, говорил, и постепенно, ну, вот в течение года до тех пор, до того момента, пока они мне открытым текстом не сказали. Чувак, иди просто откуда пришел. Нам на тебя пофиг. Потому что ты там пришел с ночи, ты там не спал всю ночь. Нам пофиг. Мы хотим делать то, что мы делаем. Вот и все. Мы будем там шуметь, а ты иди в баню. И тогда я, это было, вот год я их терпел. И потом, когда они мне так сказали, я понял, что нет смысла туда ходить. Купил себе VibroDynamic. Первый день, когда я его купил, я его слушал до 10 вечера. И они приспустились ко мне. Но, правда, они всегда вежливые были, что я к ним ходил, что он ко мне пришел, чувак. Я сказал, ну вы шумели, и вот я, они и не делали тише. А почему я должен? И все, и большая, и большая никого не приходили. Но их особо это сильно не беспокоило. Наверное, а может, и беспокоило, просто они какие-то терпеливые такие. И какое-то время я был вот этот VibroDynamic. Потом, спустя полгода, это уже было полтора года, и купил две эти колонки. И когда я их начал врубать, раньше только слышно было, что слоненок бегал. А потом уже, ну то есть детенок, а потом уже сам мужик стал бегать со слона этот, прыгать там от злости, чтобы соиграть. И даже как-то приходили и звонили, но они не дожидаясь, пока я открою, дзинь-дзинь и уходят. Ну, естественно, я за дзинь-дзинь не успею выйти, я ухожу кто-кто, там уже слышно наверху шаги, то есть они даже не дожидаясь уходили. И суть как бы в том, что их оно тоже напрягало. Я потом включал и их, и динамик, их в этой комнате динамик другой. Потом купил себе, еще себе спустя три месяца, наверное, второй VibroDynamic. И включал их все вместе. Здесь басы, там музыку тоже. Оно их не особо парило. Не оно их парило, конечно, но мне казалось, что оно их не парит, потому что они такие терпеливые были. И потом, в итоге, я понял, что надо что-то менять. И в итоге, не, басыцы всегда играли. Как играли, так и играли. А вот на VibroDynamic в другой комнате я думал, как же мне поступить. И в итоге, в итоге, я там стал включать не очень приятные слова, потому что они, они такие культурные, такие, даже когда они ругались на своего ребенка, они между собой, они повышали голос. Но никаких руганий там не было. И я стал включать не приятные слова. И, казалось бы, им все равно. Но нет. Оказалось, что нет. Я обычно включал на процентах на 60 от громкости всегда в VibroDynamic. А последний раз я их включил. Не, не, не последний раз как-то. Включил их на максимум на 100. И опять этот слон побежал. Прямо чуть ли свой пол, мой потолок чуть ли не проломал. И потом, спустя недельку, наверное, они уехали. То есть, ну, все-таки у них там ребенок, все такое. И мы самим это неприятно, тем более, ребенок. И в итоге они просто свалили. Хотя, честно говоря, я думал, что им вообще пофиг, потому что они никогда... Вот я к ним ходил говорить, они ко мне один раз спустились, и все. И спустились, казачок. Давай мы затихнем, и ты затихнешь. Все, не вопрос. В чем дело? Я бы с удовольствием. Но они нет, они терпели. Они хотели шуметь, но не хотели, чтобы я шумел. И при этом, когда я включал музыку... То есть, они шумят, и они считают, что это норма. Я включаю музыку, а я не назло начинаю сильнее шуметь. Мол, типа, чувак, заткнись. Мы здесь, типа, главные. Ну, блин, я думал, ну, так-так-так, слушайте. Потому что меня басы здесь напрягали. Им через стенку, наверное, все-таки не так громко, как мне было. Но все-таки. И вот, в конце концов, это достало просто... Видимо, у людей разного терпения. У кого-то такое, у кого-то такое. И чем больше терпения, тем нужно дольше времени на то, пока она иссякнет. А чем меньше, тем, соответственно, меньше времени нужно. Им понадобился год. Потому что год я их терпел, ходил, просил. Год. Ходил к ним, просил, терпел их. Они не реагировали, им пофиг было. А на следующий год я просто начал музыкой долбать их. И вот за год задолбал их музыкой, и наконец-то они уехали. И сейчас вот тишина. Обычно они вот утром поднимаются, начинают стучать, греметь. Ребенок начинает бегать, прыгать. Потом что-то там... Ой, и так вот целый день. И самое интересное, что они целый день сидели дома. И нет бы тихо сидели. Так нет, шумят, гремят. А теперь заехали другие, как я понял. Но тишина. То есть, ну, более-менее адекватные. Хотя бы... Ну, или, может быть, они хотя бы чем-то заняты, может, они только... Даже если они будут только по вечерам приходить, к примеру, то они хотя бы и будут там шуметь. То это будет хотя бы вечер, это не целый день. То есть разница, или целый день там шумят, гремят, или только вечером. Вечером, конечно же, попроще там, ну... Это пару часиков там, ну, не целый же день, блин. Ну, вот. И вот у меня так стояли колонки. Там только динамики, там еще усилитель. Когда не пару часов играет, все норм. Но когда они играют целый день, ну, то есть 10 часов где-то примерно, начинают играться усилители. Поэтому вентилятор у меня стоял вот тут. Я охлаждал специально для них купил антиатр, чтобы они не сгорели. И в итоге стояли так колонки. На этой поставке стоял вентилятор и охлаждал колонки. А играли они от ноута. Вот. И долбали целый день тут. Могу тоже показать, как вентилятор стоял сейчас. Вот так стоял вентилятор. То есть, когда я их выключаю, я его снимаю, чтобы случайно его там не задеть, не уронить, потому что он упадет, сломается. А когда я там включаю, ставлю его сюда, ну, то есть заранее ставлю его сюда, включаю, подключаю их и ухожу. А оно играет, вентилятор обдывает, комп дает звук. И все нормально. Я даже специально наут для этих телей купил, который может управлять всем этим. И все круто. Он даже по таймеру может врубить музыку и по таймеру вырубить. То есть, а может даже здесь не быть, а он все врубит и все вырубит. То есть, все круто. Вот. И там у меня переноска стоит. Вон она. Включаешь. И сразу все вырубается. Это питание везде подается. Ты только включаешь вот это, вот это. И там пультиком тоже включаешь. И все. Начинает работать. И работает и бабахает целый день. Ну, естественно, время. Именно то время, которое разрешено. Когда потом, когда уже нельзя музыку слушать, я вырубал и все. И на целый день она бабахает. Это тоже надо выдержать. Да. Поначалу я тоже как-то любил басы, но когда месяц послушал. Я тогда в отпуске был, купил эти колонки. И пока в отпуске сидел, каждый день слушал. И после этого месяца все. Я уже не могу басы слушать. Они меня напрягают реально. Замучили. И... Но это не все. Работали две колонки и два вибродинамика. Колонки мы уже посмотрели. Сейчас посмотрим вибродинамики. Ну, а вот мы переместили спальню. И здесь стоят два вибродинамика. Один с одной стороны стены, другой с другой. Правда, сначала он стоял у меня там. Тоже сначала купил вибродинамик, поставил его туда. Потом купил две колонки, поставил их там. А второй вибродинамик стоял здесь. Потом я купил вот эту палку и поставил вибродинамик вообще сюда посередине. Потом купил второй вибродинамики и вторую палку. И поставил один туда, а второй туда. И в итоге там они две колонки играют. И в зале получается шум гамбосы, которые слышны, я думаю, и здесь, и там, и на кухне слышны. А здесь вибрознамик, который здесь звук создаёт с этой стороны. И здесь звук создаёт с этой стороны. Но ещё его должно быть слышно и там за стеной, потому что он рядом со стеной стоит. А это должно быть слышно и там за стеной, потому что он тоже рядом стоит. И в итоге здесь они его отыграли. Там две колонки и здесь, где фокус, здесь два виброизнамика. Один здесь, другой там. Причём этот неудачно стал, когда он играет, его практически не слышно. А этот удачно стал. Видимо, там либо железобетонное... Ну, в общем, это же бетон, но железобетон. Либо там железо, либо пустота. И поэтому там такой звук, что... Даже когда его тихо делаешь, здесь он тихо играет, а вот за стеной хорошо играет. Ты даже в подъезд выходишь, слышно, как он играет. А этого плохо слышно. То есть ещё важно место найти, такое, где он будет во. То есть можно вот так поставить, где сплошный бетон, и его плохо будет слышно. А можно поставить так, где он будет стоять, и его будет хорошо слышно. И вот так они стояли. И это играло Постоянно из зали Из спальни И наконец-то Оно Принесло свои плоды Я не верял, я думал, что они будут терпеть Помимо динамика Я купил себе еще баш шейкер Сейчас покажу Вот он баш шейкер Правда я еще не использовал его Потому что усилитель пришел ко мне, но слабый Я другой заказал А для другого нужно питание трансформаторное, которое у меня нет И в итоге я его еще не использовал Я думал, что И его еще добавлю в свою коллекцию То есть будет играть две колонки Два вибродинамика Баш шейкер, все это одновременно И еще одна штучка Вот такая вибродрель Которую я показывал, как работает В одном из видосиков И вторую собрался собрать У меня есть второй моторчик Вот он второй моторчик Я собирался вторую вибродрель сделать И в итоге все бы это одновременно играло Плюс я еще хотел делать стучалку Но я не доделал Потому что там много надо этих всяких заморочек Я думаю, вы видели такой вот мотор Который в других видео Который молоток поднимает Он стукает Он такую штуку хотел еще собрать Просто это на конструкцию придумать А вот что, у всех разное же ведь И само нужно это все собрать Но я уже подготовился То есть мотор у меня уже есть Крепление для него есть Осталось только было Даже блок питания для него есть Я уже Купил все и блок питания уже даже То есть я уже Начал готовиться Осталось было бы все это собрать Но Не успел Но если бы они продолжали бы бегать Там, ну что, как обычно Шуметь, мучить меня Я бы все-таки собрал бы его И это все бы работало бы одновременно Две колонки басами бы бахали Два вибродинамика Басшекер Два Две вибродрели Еще и стучалка Все бы это работало И Доставляло бы им Наслаждение Жизни Чтобы они тоже почувствовали Каково это Но не пришлось Хватило и колонок Вибродинамиков Вот такие дела Но я пока И свой арсенал Никуда не прячу Потому что он может Пригодиться так Как Сверху Надо мной Эту квартиру Сдают И там живут Квартиранки Квартиранты То есть Сегодня живут одни Завтра они могут съехать Заехать другие То есть сегодня живут нормально Допустим Завтра они съедут Потому что нашли где-то место Подешевле Или получше Или вообще свой дом купили Или квартиру А что за это Какие-то ненормальные Там алкаши Будут там гудеть Поэтому Ничего никуда не прячется Мало ли что будет завтра Вот Как-то так На этом все Всем Покедово Ну Надеюсь что Собо будет хорошо Вот Как-то так Теперь точно все Покедова 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 Покедова